Радио Свобода Радио Свобода Радио Свобода Радио Свобода Радио Свобода я надеюсь, никогда друг друга не забудут, встретились, хотя, в общем, сейчас вот место работы у каждого из них, ну, выходит на противоположных концах земного шара, потому что Михаил Александрович философствует и дирижирует в Китае, а Михаил Наумович в Великобритании. И я не очень силен в географии, но, по-моему, это почти вот перпендикулярно. Тем не менее, интересы у них очень близкие. И я скажу так, у нас бывают атеисты в программе, у нас бывают воинствующие безбожники, начиная с лауреата Нобелевской премии Виталия Владимировича Гинзбурга Царства Небесной. Реже у нас бывают агностики. Я думаю, еще и потому, что для этого нужен совершенно особый склад ума, уровень образованности и так далее. Ошибусь ли я, Михаил Наумович, если вас представлю как агностика? Ошибетесь. А кто? А я себя не идентифицирую. Я размышляю о предметах веры, но идентифицировать себя не берусь. Но разве агностика не есть тот, кто не знает, кто он такой? Нет, агностика – это, прежде всего, человек, который не решил для себя вопроса о существовании или несуществовании Бога. Таково, собственно, значение. Вот в своей книге «Религия после атеизма» как раз речь идет о бедной вере, да? Что такое бедная вера? Бедная совсем не в каком-то отрицательном смысле, а в том смысле, в каком вот был в свое время бедный театр Гротовского, очень известный и значимый в 60-е, 70-е годы. Это театр без бутафории, без масок, без сцены. Театр, в котором человек, который якобы актер, предстает на пределе своей человечности другому человеку, который якобы зритель. И вот они общаются между собой, восходя к каким-то высотам трагичности, через пустое пространство. Это название книги другого режиссера, Питера Брука. Так вот, бедная религия – это религия без храма, без догматов, без каких-то утварей. Представление о том, что можно прямо предстоять Творцу Мироздания как его творение и находиться в прямом общении с ним. Кстати, слово «сочетание бедной веры» является в какой-то степени даже тавтологичным, потому что русское слово «бедный» происходит от того же самого корня, от которого и латинский корень «фит», означающий веру, отсюда фидеизм. То есть бедная вера – это в сущности масло масляное, потому что в самой природе веры, такова этимология, в самой природе веры – отдавать, делиться, жертвовать. И поэтому верующий он отдает и является по определению бедным. Вот такова этимология этого выражения. Так почему бы не агностика? Я не хотел бы сейчас сводить наш разговор по процессу агностикации. Хорошо, я снимаю свой вопрос. Я желаю перехватить вашу инициативу и сказать, что если можно говорить, так сказать, об агностике здесь, то скорее все-таки я себя ближе чищу под агностика, чем Миша. Хорошо. Но это стоит обсудить, да? Я не хочу пугать слушателей словом агностика, я слишком хорошо помню реакцию зала, когда Егор Тимурович Гайдар на вопрос о религиозных воззрениях сказал «я агностик». Реакция где-то в середине 90-х была совершенно… Это термин у нас не был принят, да? У вас, может быть, у нас в Московском университете он как-то был в ходу, но в этом зале явно собрались выпускники не Московского университета. Они были шокированы. Хорошо. Михаил Наулович, у меня ощущение, что вы слово «вера» и «религия» используете как взаимозаменяемые. Бедная религия, вы сказали, через минуту бедная вера. Для верующего человека это крайне разные понятия. Вы знаете, речь идет о, может быть, не совсем точном употреблении, правильнее было бы говорить, бедная вера, потому что если мы сделаем следующий шаг в нашем рассуждении, то обнаружится, что это вера без религии, да? И речь идет не о какой-то причуде, не о капризе некого религиозного или квазирелигиозного сознания, а о той реальности, которая регистрируется социальными опросами, социологами религии, которая охватывает четверть населения России. Вот согласно последним и самым обширным, беспрецедентно обширным социологическим опросам, которые проводились летом 2012 года, службой социальной арены, на материале 79 регионов Российской Федерации и 57 тысяч опрошенных. Это невероятно высокая цифра, обычно 1500-1600 человек, а тут 57 тысяч. Выяснилось, что православных в стране 41%, вторая категория – это бедные верующие, то есть люди, которые отвечают позитивно на вопрос – я верую в Бога, но не принадлежу никакой религии, то есть это безрелигиозная, вне конфессиональная вера. А дальше уже идут атеисты, их 13%, мусульмане, их 6,5%, экуменисты, то есть бедные христиане, христиане вне вероисповедания, их 4,5%, и дальше уже маленькие доли католиков, иудеев, евангелистов и так далее. Значит, получается, что вторая по численности верующая категория жителей нашей страны – это бедные верующие, но по степени своей неизученности она абсолютно первая. И вот как раз теология бедной веры и пути ее самосознания, саморефлексии – это один из предметов моей книги, которая так и называется «Религия после атеизма», поскольку я связываю возникновение этой бедной веры как раз с теми процессами, которые происходили в поздне-атеистическом и пост-атеистическом обществе в 70-80-е годы. И в России, и вне России? Прежде всего в России, поскольку вне России, во всяком случае, если говорить о западной мире, не было общества массового атеизма. Это достаточно уникальная в истории формация – общество массового атеизма. И, соответственно, не может не быть столь же уникальным та ситуация, которая создалась в результате выхода из этого общества. А я прошу прощения, «Нью Эйдж» – условный термин, объединяющий и поклонников «Чайки» по имени Джонатан Ливингстон, и людей цветов хиппи, и тех, кто балуется Кастанедой в разных химических вариантах. Это разве не некоторый аналог тому, что вы говорите «бедная вера»? Вы знаете, можно по-разному это считать. Если говорить, опять-таки, о статистике, то американские социологи дают цифру, примерно 12% населения Америки относятся к верующим без религии. А как себя идентифицируют нью-эйджисты? То есть считают ли себя они оккультистами, эзотериками, или поклонниками теософии, или антропософии? Об этих деталях я не могу вам ничего определить. Да, они-то как раз никак не идентифицируют. В этом вся и сложность. Например, в Америке есть так называемая универсалистская унитарная церковь. Она образовалась и слияния унитаристской и универсалистской церкви. Они исповедуют тоже единую веру в единого Бога, но таким как бы катафатическим способом образованным. То есть что-то берется немножко из мусульманства, немножко из христианства, немножко из удаизма. И на своих службах, которые, вернее, назвать собраниями, они зачитывают отрывки из священных книг того или другого вероисповедания. Бедная вера – это нечто противоположное. Это скорее апофатический путь. Ну, следует изучать, как вы знаете, путь апофатики, то есть путь отрицательного богопознания, которое уходит в молчание, в неведение, знающее как бы неведение о Боге, поскольку он не может быть отождествлен ни с каким видимым, или образом, или произносимым именем. И катафатикой, которая определяет Бога так-то, так-то и так-то. В России, как известно, очень сильные были традиции апофатики, а согласно достаточно максималистским определениям этого подхода, Бога не существует. В том смысле, в каком существует этот стол, эта комната, этот мир, Бога не существует. И вот атеизм, даже тот радикальный и воинственный атеизм, какой мы знаем по истории нашей страны, можно рассматривать как проявление такой вот крайней апофатики, которое перешло в отрицание атеизма как такового, атеизм. То есть отрицание атеизма, отрицание Бога. Когда этот воинственный атеизм, как определенное религиозное мироощущение, испарился, выдохся, это произошло в конце 60-х годов, то, очевидно, стала необходимость какого-то перехода, и апофатическое мироощущение как бы перешло в снятие-снять, или отрицание-отрицание. То есть отрицание атеизма, ощущение, что Бог есть, но Он так же невыразим, как невыразимо все «несуществующее», в кавычках, и стало зародышем вот этого нового религиозного мироощущения, которое называется «бедной верой». Михаил Аркадьевич, я понимаю, что Михаил Наумович вас описывает в каком-то смысле. Отец Яков Михаил Александрович. Михаил Александрович, тысячу извинений. Тысячу извинений совершенно непростительных. Просто можно Миша. Да, чтобы как-то различить профессора. Да-да-да. Вас ведь описывает Михаил Наумович в каком-то смысле, потому что ваша книга, как мне показалось, начиная с названия, центральный нерв, ну, вот то, что называется апофатика. То есть много-много слов о том, что слова ничего не могут и только все путают. Нет, конечно, это не совсем так. Вот мы как раз с Михаилом уже много обсуждали. Я бы вот как свою позицию выразил. Но для этого нам нужно кое-что объяснить. То есть свою позицию я пытаюсь описать как чисто философскую. А бывают не чисто философские? Да, конечно. Для этого я ввожу понятие философии в строгом смысле, в узком смысле слова. Это область абсолютного скепсиса. Это вот то, что Шеллинг называл негативной философией. Негативной частью философии. Там, где мы задаем вопросы и не... Секундочку. Мы задаем вопросы и само вопрошение является основным модусом существования человека. Слово философии у меня остатки от университета. Оно означает любовь к мудрости. Да. Знание, а не знание. Любовь к мудрости. Вот эта мудрость, вот эта мудрость, вот эта мудрость, отец Яков, и является предметом. Как мы понимаем мудрость? Если мы понимаем мудрость как вид знания, да, а если как вид незнания, а именно сократическое понимание, я знаю, что я ничего не знаю, и вот это называется мудростью, и я сейчас покажу основание для этого, потому что это... Вы покажете основание мудрости. Нет, можно я договорю? Да. Нет, нельзя. Нет. А иначе если будет живой беседа? Будет. Будет. Хорошо договаривайте. Потому что прежде чем спорить, я должен до конца артикулировать свою позицию. Правильно? Так вот, именно это знание, а не знание сократическое, которое я называю собственной философией в узком смысле слова, единственное, что связывает человечество вообще. В отличие от всех конфессиональных различий. Почему? То есть моя проблема заключается в том, как нам сделать так, чтобы мы восприняли опыт человечества вне зависимости от того, как себя идентифицирует человек, как атеист, как верующий, какой верующий. Что есть общего у всех людей, как таковых? Это есть возможность задавать вечные вопросы. Это вот то, что нас всех объединяет вне зависимости от того, как мы отвечаем на эти вопросы. Нас объединяет вопросительность нашего существования. Мы сами являемся вопросом. Человек по своей структуре вопросителен и разрывен, благодаря языку. Отсюда лингвистическая катастрофа как синомен человека. И это единство, что нас объединяет, в отличие от предположения о том, что религия может в любой форме, в бедной ли форме вера, или религия универсалистская, как христианство, которое для меня является, конечно, одной из высших, может быть, самой высшей формой религиозности. Спасибо большое. Но это все-таки не все то, что... То есть, другими словами, даже если представить себе, что 90% существующих людей примет христианство, так сказать, на земле, останется какое-то количество, которые не только не примут христианство, а вообще не захотят говорить о Боге. Так вот, что нас всех объединяет, всех этих людей? Возможность задавать вечные вопросы. И это и есть философская позиция. Это не философская позиция, это совская позиция. Нет, нет, это именно философская позиция. У вас выпало фило. Нет, ничего подобного. Любовь здесь и рождается. Возможность... От задавания вопросов. Несомненно, потому что тогда любовь ничем не поддержана, и она только в чистом виде. Любовь, не нуждающаяся в костылях. Любовь, не нуждающаяся ни в идеологических, ни в религиозных, никаких других. Вот здесь-то любовь и освобождается. В точный вопрос. Вы же не от святых дарили когда-нибудь, Михаил Александрович? Несомненно. Зачем? Это же костыли, это подпорки. Нет, нет, мы говорим о идейных подпорках. Почему здесь цветы? Ну как, храмы, обряды, догматы, слова. Ради Бога. Замечательно. Во всех формах. Отец Яков, я об этом и говорю. Нас всех объединяет. Надо искать, что нас, мы же не сводим, именно поэтому и возможны все формы проявления любви. Но объединяет нас всех именно возможность задавания вечных вопросов, наша вопросительность, а не наши ответы. У меня ощущение, вызывающее в памяти байку про Набокова, который хотел устроить в какой-то американский университет, чуть ли не в Принстон, там освободилась должность заведующего кафедры литературы. А ему отказали, сказали, что слон не может быть директором зоопарка. У меня такое, что это Михаил Александрович слон, а Михаил Нович директор зоопарка. Потому что, Михаил Нович, ну, вы же специалист. Где и когда религия претендовала объединять? Когда вот христианство, Евангелие, оно начинается с того, что тебе оружие рассечет твою жизнь, пройдет душу в синодальном переводе, малый остаток спасется. узкий путь, то есть узкий, по которому пройдет меньшинство, нет в Евангелии и в Библии в целом стремления объединить человечество. А у Михаила... А вселенская религия? Не знаю, кто вам это наплел. Не знаю, не я точно. А кафолическая церковь? Кафолическая, не потому что она всех объединяет. Она кафолическая, потому что она по всей вселенной, как вы представляете... Второе пришествие будет судить живых и мертвых все человечество в целом? Вот это и есть то самое объединение. Суд объединит всех, не так ли в христианстве? Ну, я не знаю, сколько... Или Христос будет судить только крещеных? Или все-таки все человечество? Суду-то подлежит все. Вот именно. Суду-то... Вот это и есть то объединение. Да. Если суду... Если суду подлежит все, вот это и есть то объединение, о котором говорит христианство. Объединение в суде, в акте суда. Ну, это какой акт? Откуда в современном человеке то, чего не было ни у средневекового верующего, ни у античного, я скажу, в общем, которого нет у меня. Вот мысль о том, вот, ах, как плохо Рождество 7 января, давайте объединимся и будем 25-го. Ах, как плохо Пасха в разные дни, давайте объединимся. Не просто жажда единства, а жажда формального единства. Вы ушли от главного, что я сказал. Дайте, Михаил, нам учат, ведь... Секундочку, а я хочу в церкви вас обратить внимание. Я сказал, что смысл объединения христиан с объединением в суде. И вы только что подтвердили, что судиться будет все человечество. Но это не единство. На суде все порознь. Да, порознь, но сам суд всех объединяет. Ну, какое же это единство? Понимаете, есть разные формы объединения. Должно быть пространство, в котором возможно судить всех. Вот это пространство нас всех и объединяет. Об этом и есть речь. Суд-то как раз, скорее, разделяет, потому что каждому свое. Тебе такая мера, тебе такая мера. Но судья является тот, что объединяет всех. Иначе у него нет полномочий судить всех. Откуда полномочия судить всех? От Бога. Вот именно. Вот это и есть то самое единство, о котором я говорю. Какое же это единство? Он судит, он не мы. Именно. А мы перед ним как рассыпанные конфетки. Ну, это пространство, в котором судятся все. Это все очевидно. Не отдельные люди, а все. Я как человек, бывавший в разных судах. Отец Яков, понятие все, это единство? Все. Нет. В смысле? То есть как это нет? Ну, потому что... Нет, давайте тогда быть последовательным. Или судятся все, и все человечество, и в этом оно едино, в акте суда. Не важно то, как разделено, это уже другие проблемы. Это механическое единство? Но это механическое из-за провозглашенного христианством. Нет. Христианство судит... Христианский Бог, Христос судит всех. Ну, мы спасаем все. Ну, а именно это самое главное. Но, когда мы говорим о единстве, извините, я уже от имени христиан все-таки себе позволю. Вот, когда христианство говорит о единстве, оно говорит не о единстве суда, а о единстве любви, единстве доброты. А я вас спрашиваю о единстве суда. А единства суда не существует, потому что я был на судах. Под судом каждый сам за себя. Христос, второе, будет судить все человечество или нет? Он будет судить каждого. Это большая разница. То же самое. И когда я попробую сослаться в оправдание своей жизни... Я об этом же говорю, Господи. Я с вами не спорю. Есть универсальное в христианстве, универсализм, во-первых, это вселенская. И она заключается в том, что Христос пришел для всех и судить будет всех. Остальное мы можем обсуждать. Не всех, каждого. Потому что вот моя жизнь, она... Всех и каждого. Нет, просто каждого. Всех и каждого. Есть единство греха, куда что-то пошло. Ой, где вы и нашли. Ну, в Китае, где вы теперь живете, наверное. В христианстве оно утверждается. Оно есть? Его нет, но оно утверждается как принцип. Мы говорим о принципах, Хатис Яков. Михаил Иванович, все-таки вот это жажда единства. Это ведь что-то новенькое. Я думаю, что это жажда любви. У меня абсолютно этого нет. Я наоборот, я как раз именно это жажда единства и ставлю под сомнение. Вы не поняли, с какой точки зрения я с вами спорю. Именно я саму вот эту жажду единства ставлю как диагноз, как основную болезнь. У меня ее нет. Нет. Я здоров. Веря, в какой вы принимаете общий суд. Я не думаю... Вот тогда вы говорите, что каждый, вы как христианин, неизбежно универсальный. И это и есть стремление к единству. Да. Потому что в христианстве Бог судит каждого и всех, соответственно. Ой, наконец-то мне хоть кто-то объяснит, что такое христианство. А я еще раз... Я говорю вашими словами. Я переспрашиваю. Я вас еще раз говорю. Христос каждого судит? Каждого, но не всех. В смысле? Кто-то выпадает? Кто-то выпадает? Для того, чтобы 6 миллиардов людей стали всеми, между ними должны быть связи. Я не говорю... Я не... Вот в том-то и дело. Я говорю, ну каждого из всех этих 6 миллиардов или 7 или 8, когда он придет, да? Он каждого судит. Да. Но не всех. Об этом и говорим. А. Каждому. Я вам... Ну еще тогда уж в пандан, в дополнение к вопросу Михаилу Наумовичу. Потому что вот мое ощущение такое, что христианство, оно разрывает мои связи с другими людьми просто причинно-следственные. Я в оправдании своих грехов мысленно всегда ссылаюсь на среду, что вот другой человек побуждает меня. Ну он такой, что я не могу не соврать ему. Ну что делать? Вот. Она такая, что я не могу, значит, ментально не сблудить. Вот другие виноваты. А страшный суд страшен тем, что вот прям вот ножницами чик-чик. И Господь меня спрашивает. Это сейчас начинается? Причем тут она? Причем тут он? Вот ты и твои мысли, и твои поступки, и это страшно. Это какой там всех? Это действительно единичность и индивидуализм, коли угодно. И у меня ощущение, что вот то, что вы описываете, вот эти 40%, это как раз очень индивидуалистично. То есть это даже трудно назвать религией, потому что это не сообщество какое-то. Вот позвольте я отвечу. Действительно, Карл Барт, этот крупнейший богослов протестантский 20 века, противопоставлял веру и религию. Религия – это институциализированная вера. И Барт как раз подчеркивал, что вера, она постоянно застывает или окаменевает в формах религии, а затем, если она хочет оставаться верой, взрывает эти формы. И бедная вера в этом смысле представляет собой то позитивное наследие атеизма, если можно так сказать, которое усвоило с одной стороны вот эту вот широту, образованную в результате духовной пустыни, созданной советским обществом, массовым атеизмом, который вытоптал, в общем-то, все межи между религиями, поскольку все они, в общем-то, одинаково отрицались, и христианство, и иудаизм. Вот образовалась пустыня. И вот в этой пустыне то чувство, то мироотношение или богоотношение, которое стало возникать, оно стало приобретать столь же целостный характер, то есть просто вера, просто в Бога. Вот какова связь между этой пустыней и тем целостным чувством, которое и, собственно, может наименоваться бедной религией. У пророка Исаия есть такое пророчество, по-моему, в 40-й главе «Глаз выпьющего в пустыне». Там говорится «Да понизятся все долы, да выпрямятся все низины, и в пустыне проложите путь Господу». Вот вопреки своим намерениям атеизм проложил такие пути новому религиозному чувству, новому религиозному состоянию человечества, которое в пост-атеистическом обществе, именно российском, было особенно глубоко воспринято в силу радикальности самого атеизма. То есть мы же в 70-е, 80-е годы, когда, собственно, начинала писаться эта книга «Религия после атеизма», она называется с подзголовком «Новые возможности теологии», в это время как раз и зарождалась вот эта уже вера, преодолевающая межи и рубежи между разными конфессиями, «Надконфессиональное сознание». Примеров надконфессионального или неконфессионального сознания можем немало найти в истории. Это, скажем, и Толстовство. Толстой искал, как вы знаете, такого общего знаменателя всем религиям и находил их в заповеди любви и непротивлении злу насилию. Но одновременно у него была сильнейшая критика всех конфессий, и прежде всего православие, как суеверие, язычество, и долопоклонство. Была такая универсалистская роза мира Данила Андреева. Почему была? Она очень пламена. Она и есть, да. Ну, я имею в виду, она писалась в 50-е годы с предположением о том, что все конфессии, все религии, они объединятся, как лепестки вот в этой вот всемирной религии. Бедная вера радикально отличается от Толстовского варианта и от Андреевского варианта, поскольку она не предполагает никакого заряда критики или борьбы против существующих конфессий, и она не предполагает такого вот как бы катафатического универсалистского синтеза всех существующих религий. Это действительно, как вы говорите, индивидуальное отношение верующего к предмету или, скорее, собеседнику своей веры. И такое индивидуальное отношение может объединять людей, в принципе, гораздо больше и сильнее, чем принадлежность какой-то конфессии, которая себя определяет в терминах какой-то identity, то есть я такой, а не такой, я такой, а вы друге. Немножечко, Михайлович, интересная точка. Что значит объединяет больше? Потому что вот тут мы опять подходим к тому, о чем говорил Михаил Александрович, что вот суд – это единство. Но если один бедно верует, второй бедно верует, что между ними общего-то? – Между ними общего, вы знаете, вот есть такое понятие единобожие, да? Или монотеизм, слышали, да? То есть человечество, ну, грубо говоря, схематически, исторически двигалось от многобожия к единобожию, да? – Религиоведы не почитают быть осторожнее сейчас в таких заявлениях, потому что это не очень известно, это не очень понятно. Но, тем не менее, в наших классических образцах религии, как они исторически сменяли друг друга, мы помним про полиэтеизм греков и римлян, про еврейский монотеизм, который впоследствии перешел в христианский, ну, монотеизм, хотя и с оговоркой тринитаризма, и исламский монотеизм. Так вот, один из терминов, который употребляется в моей книге, это теоманизм, это монотеизм, но с перевернутым порядком корней. То есть по мере того, как Единое Божие достигает или движется, по крайней мере, к предмету своей веры, то есть к Единому Богу, а, в общем-то, и христиане, и мусульмане, и иудеи признают, что Бог-то у них один, не может быть многих богов. Бог один, просто разные веры. – Не все, к сожалению. – Ну, тогда это уже многобожие. – Нет, просто говорят, что разве мусульманский Бог – наш Бог, это так фиксируется. – Ну, это такая вот… – Это довольно распространенная, к сожалению, позиция. – По мере того, как радиусы, грубо говоря, приближаются к своему центру, они сближаются между собой. И бедная вера, на мой взгляд, это важный момент в становлении Бога-единства. Из Единобожия – Бога-единство, то есть единство человечества в Боге. То есть эта бедная религия играет, или бедная вера, точнее, играет роль такого средостения между существующими конфессиями. Она их не опровергает, она их не клеймит, она их не обличает. Просто люди существуют вот в каком-то пространстве, пустом пространстве, но не в отрицательном, а по фатическому смысле. Бедность в этом смысле в том же, может быть, употреблена на оценочном ключе, как блаженный нищий во имя духа, или «жил на свете рыцарь бедный». То есть бедность – это готовность отказа от вот этого богатства, бутафории, сцены, костюмов, переведенные на язык религиозных традиций. И готовность предстоит здесь и сейчас. Вот как говорил Сёрен Киркегор, он употреблял такой термин «современность», то есть быть современным Иисусом, быть современным Христом. То есть ещё не знать о том, что Иисус – Христос, а вот быть в этом промежутке между Иисусом и Христом, между Иисусом, который действительно воспринимается уже как Мессия. А мы этого ещё не знаем, мы только ещё не знаем, большинство христиан знают, а мы ещё только верим и надеемся. Нет, если ещё христианин, он не знает, он верует. Вот он знает, что христианство истинно, разве нет? Нет. Что Иисус был Христом, разве нет? Нет, нет, во-первых, я не знаю, что Иисус был Христом. Вот я верую, что Иисус Христос и не был, а есть. Вот, значит, вы выполняете эту рекомендацию Киркегора. И другой замечательный термин, я сейчас прервусь. Киркегор говорил про современность Иисусу, а Ницше говорил про мгновенное христианство. Мгновенное христианство. То есть христианство, которое как бы входит в отношения с Богом, минуя все вот эти церковные, исторические, свято-писательские опосредования. И сейчас, век, особенно в 21 веке, когда обострились все формы фундаментализма, противостояния разных конфессий на политическом, на экономическом, на геополитическом уровне, мне кажется, вот такое средостение в виде бедной веры, которое охватывает уже действительно четверть населения нашей страны. А если судить по международным опросам, 16% в мире таких людей, мне представляется, это растущая среда, в общем-то, любви к Богу и любви к ближнему, которая не приводит к образованию никаких общин, никаких комьюнити, никаких айдентитис, потому что там, где возникает какая-то община или возникает какой-то храм, это уже не бедная вера, это уже та или иная форма религии. Можно я подхвачу логику? Дайте я сперва наполню нашим слушателям, что это программа радио «Свобода христианской точки зрения». У нас в гостях Михаил Ипштейн и Михаил Аркадьев. Слово Михаила Аркадьева. Я хочу продолжить линию Михаила, Миши Ипштейна, и сказать, что я пытаюсь идти по этому же пути, но как бы еще дальше. У нас тут возник довольно забавный спор, потому что мы, конечно, не прояснили до конца наши позиции, из-за этого мы стали спорить не о том. Когда я сказал о единстве, я имел в виду следующий вопрос. Что делать с теми, кто откровенно не хочет говорить о Боге, не хочет думать о Боге, не хочет употреблять это понятие? Как быть с этими людьми? А это не псевдо-вопрос? Сейчас, секундочку, секундочку. Пусть живут себе и живут. Нет. Вопрос в нашей этической позиции. Что нас этически объединяет с этими людьми? А почему что-то должно объединять? Что делает нас людьми? Вот человек у меня делает не то, что есть другой человек, а то, что я есть. Нет. Что нас всех делает людьми? Что нас всех объединяет именно как людей? Я считаю, что это не конфессиональные вещи, а это наша способность задавать фундаментальные вопросы. Быть в точке вопроса. Наш разрыв нас объединяет. Это я слыхал. Мы можем отвечать на этот разрыв, на эти вопросы как угодно, но делает нас людьми сама возможность задавания этих вопросов. Вот у меня ощущение, что вы лукавите, Михаил Александрович. Потому что вот Михаил Наумович, то, что он описывает, ну, не его позиция, но то, что он описывает, это идиосинкразия к догматам, к храмам, к религиям, к форме. Никаких идиосинкразий, кстати, нет. Ну, вот у бедной веры. Нет, никакой. Наоборот, принятие этого всего в любовь, возможности. Почему? Бедной верующий сторонится всего этого, правильно я так понимаю? Знаете, здесь нет такой толстовской вражды к конфессии, понимаете, обличения, что вот, дескать, там... Скорее нейтрально. Ну, это еще хуже нейтралитет. Что причастие, там, или любой обряд, что это изуверство, долопоконство, упаси Богу. Равнодушие. Упаси Богу. И неравнодушие. В чем мое лукавство? Ваше лукавство вот в чем. Вы говорите о том, что будем задавать вопросы, но начиная с названия книги и на всем ее протяжении, ваш главный догмат, Михаил Александрович, это то, что язык – это катастрофа, это проявление небытия, смерти. Ни в коем случае, это неправильное, это неправильное, ни в коем случае ничего подобного в моей книге не сказано. А разве там нет про то, что язык в ходе эволюции – это вообще ошибка, человечество – это неудачная мутация. То, с чем я спорю, вы приняли за мою точку зрения. Лингвистическая катастрофа – это вопросительность человеческого существования. Катастрофа в данном случае используется, кстати, я, кстати, благодаря Мише взглянул, так сказать, на этимологию этого слова. И обнаружилось, что ката совсем не обязательно нас опускает. Да, у нас есть кафедра, которая тоже связана с ката, у нас есть католичество, которое тоже связано с ката. Кафоличность отсюда же. Отсюда мое понятие катастрофы фактически синонимично соединению катастрофы с анастрофой, то есть с позитивным. Катастрофичность – это и есть наша вопросительность. И только так и нужно понимать термины лингвистической катастрофы. Язык – это то пространство, где мы задаем не просто вопросы. Тут очень важно, отец реклампания, не просто вопросы, а где есть возможность задать фундаментальные, вечные вопросы. Вот это способность задавать вечные вопросы и есть то, что является человечностью и объединяет всех. Вне зависимости от ответов на эти фундаментальные вопросы. Я знаю один вечный вопрос, я бы любил задавать мой дедушкой, за счет он наидиш, я думаю, как и на немецком, одинаково, и хвайс. Вот и все. А я знаю, вот вопрос, мне кажется, что человечность начинается все-таки не там, где вечные вопросы, а там, где пусть временный, крохотный, но хоть какой-то ответ. Нет, потому что ответы разные, а вопрос универсализирует. Поэтому я вас про цветы женей допрашивал. Это ни при чем здесь цветы. Да ладно, меня женщина спрашивает, люблю ли я ее, а я ей буду говорить, это хороший вопрос. Ну, мы с вами уже сказали, что подлинная любовь там, где вопрос. И вы своей любимой женщине рискнете ответить на вопрос, любишь ли ты меня? А при чем здесь слова? Наша вопросительность, собственно, не обязательно должна быть выражена в словах. Вот это я и говорю, что вы к словам испытываете величайшее предубеждение. Да ничего подобного. Извините, я бы рассказал нам очень. Третье, я бы решила ваш спор, если это возможно. Понимаете, задавание вопросов предполагает интенционально, в госровинском смысле, возможность получить ответы. Если заранее такая возможность не предполагается, тогда сам вопрос становится безусловным. Я об этом говорил, Миша. Значит, ответы могут быть разные. Нет, я об этом. Значит, ответы могут быть разные. Что хватаетесь за ответы? Хватаетесь, буквально хватаетесь. Ответы могут быть разные. Вот именно. Ответы могут быть разные. Ответы могут быть разные. Ответы могут быть разные. И они есть. Да. Но поскольку они разные. Но задавать вопросы, отрицая возможность и релевантность каких бы то ни было ответов, это значит обессмысливать саму интенциональную установку вопросов. Согласен со мной? Нет, не согласен. Потому что у нас есть вопросы, на которые принципиально можно давать ответы. А есть вопросы, которые всегда находятся в статусе вечных. Нету. Кроме их вайс. В том числе и этот. Но вопрос о Боге, это есть вечный вопрос. Отсюда нам необходима именно вера или неверие. Вопрос об абсолюте, это вечный вопрос. На который люди будут всегда отвечать. Или положительно, или отрицательно, или одновременно, или так или иначе. Вопрос о смерти, о жизни, о смысле жизни, это вопросы в статусе вечности. Ой, вопрос о смерти совершенно не вечный вопрос. О смысле смерти, окей. Да у смерти нет смысла, в отличие от жизни. Поэтому она и смерть, поэтому она и дрянь. На это тоже можно по-разному, это ваш ответ. Это ваш ответ на этот вопрос. И он только ваш, один из возможных. Нас всех объединяет возможность задавать фундаментальные вопросы. Это значит, что какая-то часть человечества, огромная, будет давать ответы такого рода. Другая часть, какая-то минимум будет задавать. Дайте я выступлю от имени совсем кровной части человечества. Секундочку, дайте договорю. Давайте дойду до подлинной агностической позиции. Вот это и есть, собственно, агностицизм. В серьезном смысле слова, это умение стоять в точке вопроса, не склоняясь к никакому ответу, но принимая в себе, в частности, в моменты страдания или в моменты любви, принимая какие-то из возможных ответов. Есть такая крохотная часть человечества. Доля процента. Люди, которые родились, ну как теперь говорят, с ограниченными возможностями. Вот, аутисты, разные виды шизофрении. Люди, которые не умеют говорить. Люди, которые не умеют мыслить. Люди, которые не умеют задавать вопросы. Иногда эта болезнь настигает человека в возрасте, когда он уже умел говорить, и тогда его развитие останавливается на очень разных стадиях. Я с такими людьми общаюсь. И некоторые из них, но те, у которых все-таки сохранилось какие-то речевые способности, некоторые из них и говорят о своей вере, и принимают крещение, исповедуются. Хотя это каждый раз очень такой странный процесс для меня, потому что очень необычный. Меня с ними, вот как человека с человеками, объединяет и вас, я думаю, тоже. Не то, что они задают вопросы. Это может быть первое, что страдает, ну вот когда вот горит мозг 40 градусов. И вот эта способность задать вопрос, она очень утрачивается. Она утрачивается у нормальных взрослых людей в разных обстоятельствах. Люди начинают бояться спросить. Но это отдельный разговор. Нет, это очень важный. Вопрос страха здесь очень важный. Я говорю об аутистах. У них нет страха. Но и способности задать вопрос. А вот способность, которая у них есть. Способность молиться. То есть в сущности говорить. У вас очень странные представления о молитве, насколько я понял из этой книги. Молитва – это вовсе не отказ от слова. Молитва – это обретение слова. Это то, что идет за вопросом. А где я говорю, что молитва есть отказ от слова? Ну, там вам обязательно страница в вашей книжке. Ну, я с этим согласен. То есть не вечный вопрос, а вечная молитва. Я говорил об умной молитве. Что значит умный? Умный тут русский перевод. В традиционном смысле этого слова. В традиционном православном. У нас странные с вами. Я использую, между прочим, исключительно традиционные понятия. Вводя понятие умными молитвами, я использую традиционную православную, так сказать, точку зрения Иисусова молитвы, в том числе. Которая безумовно идет через внутреннюю речь, прежде всего. Иисусова молитва – это одно, и она может быть вслух. Умная молитва – это не очень удачный русский перевод, греческого термина. Для греков ум помещался в сердце. Поэтому умная молитва – это сердечная. Мы говорим, мы давно не слушались. Мы с вами еще в первой нашей передаче выяснили это совпадение между умом и сердцем. Это было добро. И сейчас нас слушают, скорее всего, те, кто той программы не слушал. Я к чему? Молитва – это не задавание вопроса. Молитва – это обретение ответа. Да, я тут же задаю опять вопрос. Но кроме молитвы просительной, которая близка к вопросу, есть молитва словословия, есть молитва благодарности. Это не вопрос. Это уже, я думаю, что объединяет людей. Если мы ищем объединение, вот почему суд я не могу назвать объединением. На суде не молитва подсудимых к судье, а клянченье. Мы просим о милости, о помиловании. Это самый низший уровень молитвы. Вот, объединяет радость и благодарность, когда… Посмотрите, отецеку, что вы делаете? Вы неявно протаскиваете единство, а именно единого Бога. Я не говорю, что я к нему… Нет, нет, вы неявно в нашем разговоре сейчас исключаете то, именно о чем мы говорим. О том, что с точки зрения христианства, большого, великого христианства, у нас есть единый Бог, и верующие в Него объединяются по-разному, и каждый из них индивидуально, именно с идеей единого Бога, который является через второе лицо Троицы, является судьей. Нет, Михаил Александрович, я не так, может быть, выразился, я говорю о молитве, не о Боге. Это все в пространстве единства Бога, единого Бога. Именно об этом единстве я говорю. Почему молитва в пространстве единого Бога? Как быть с теми, кто не будет молиться? Как быть с теми… Я говорю, как нам быть с людьми, которые не входят в пространство единобожие? Я подожду пока не… И даже теоманизм. Для бедной религии отказаться от церкви – дело нехитрое, а в городе Москва, собственно, даже полезное, потому что церковь тебе даст государство, ему потом столько за это потребовать, что лучше не надо. Для бедной религии, вы сказали, отказ от догматов, отказ от храмов, отказ от того и сего, от молитвы. Есть отказ? Бедные верующие молятся? Нет, вы знаете, я бы вообще не определял бедную веру в терринных отказах. Это неправильно, как я это понимаю. Речь идет об очень напряженном, очень интенсивном общении с Богом, которое, конечно же, включает и молитву. Это хорошее научищество. Мне кажется, что… Это не то, что я хочу сказать. Вот у Симоны Вейль, да, знаете, такую французскую… Я для слушателей все-таки замечу, что Симона Вейль погибла, умерла в году Второй мировой войны в Англии, совсем молодой и юной, но успела. Она не крестилась, не желая предавать, как она говорила, свой еврейский народ в годы войны, во всяком случае. Но она внутренне пришла к христианству, и наиболее яркий ее текст – именно христианство. Да, да, да. Я вот говорю о том, что у нее есть такой маленький трактат «Неявные формы любви к Богу», где она говорит о любви к ближнему, о любви к красоте мира, как о неявных формах, в отличие от тех явных форм, которые выражены в религиозных обрядах. Так вот, бедная вера может достигать такой интенсивности, что всякое обращение внутрь какой-то конфессии, эта интенсивность может, наоборот, как бы пригашать. Мне интересно тут слово «как-бе». Это было, кстати, это, ну, извините за интеллигентское такое вот паразитарное. Оно, мне кажется, с симптомом того, что это неправда. Ну что ж, Григорий Палама меньше молится, чем Вася Пупкин, потому что в церковь ходил? Нет, зачем же вы верхи с низами сразу тратились? Вася Пупкин, конечно, верх верный. Есть Вася Пупкин и в православной церкви, и в любой другой. Есть люди интенсивно верующие, как Григорий Соломонович Померанц, если уж говорить о наших почти современниках, недавно скончавшихся. Почему же почти все, я не слава богу, и бывал на нашей программе. Глубокой веры, тем не менее, конфессионально не обозначенной. Вот бывает такое явление, что вера, она уходит от конфессиональности, вот как, на мой взгляд, и у Симоны Вэль, для того, чтобы принадлежать только Богу. В этом есть определенный как бы смысл, определенная глубокая интуиция. Та самая интуиция, которая выразилась и в трудах псевдо-дионисия Ариапагита не называть Бога, не именовать Бога, не представлять его таким или другим. И я бы сказал, что это путь, ну, равнозначный, по меньшей мере, той самой катафатики, которую мы видим, утвержденной в традиционных конфессиях. Вот Бог такой, вот он выражен так, вот он почитается так, то вот вам живописные, музыкальные, словесные и прочие формы его почитания. Вы должны к этому относиться с уважением и пониманием? С уважением, да. С пониманием, наверное, понимаю. Но мне кажется, что путаются причины и следствия. Потому что кто мне что-то такое дал? Моя вера, она всегда бедная, потому что в ядре, она вот как вы описываете, но не мне кто-то навязывает религию, а религия вырастает из веры. То есть вера кустится, и просто, ну, вот я люблю опять-таки женщину, дарю ей цветы. И никто мне не навязывает обычаи дарить цветы. Отец Яков, может, подхвачу? Да, вот у меня тут есть замечательная цитата из Симона Леонидовича Франка, который выделяет такую, я хочу, чтобы мы прямо ввели это сейчас в нашу беседу, понятие «скорбное неверие». Вот я хочу процитировать Франка. Причем он здесь упоминает очень тоже важного и известного человека, Бертран Рассел. Он пишет, Франк пишет так. «Бертран Рассел определяет это умонастроение, скорбное неверие, как позицию защиты наших идеалов против враждебной вселенной. Это скорбное неверие есть одно из самых характерных и трогательных, пишет Симон Франк, явление духовной жизни нашей эпохи. Из этого умонастроения вытекает моральное требование, моральное, защищать безнадежную позицию добра против победоносной, всемогущей силы зла. Смысл человеческой жизни заключается здесь в том, чтобы отстаивать достоинство идеала при сознании полной безнадежности, осуществить его в жизни. Подвиг состоит в том, чтобы героически погибать, защищая дело добра и правды, обреченное на гибель. Так некогда дух античной доблести в гибнущей Римской Республике отчеканил печальную и гордую формулу. Победоносное дело угодно богам, но побежденное катону. Конец цитаты. Вот это именно ровно то, что я и говорю, что у вас книга пронизана, как у Шопенгауэра Сартера, каким-то глобальным выворотом сознания, что все безнадежно, все плохо, все рушится, земля имеет форму чемодана. Да почему безнадежное дело? Наоборот, вера открывает радость. И что тут плохого? И не только христианское. Безнадежность не в этом. А в чем? Безнадежность в том, что история человечества полна бесконечных страданий и унижений человечества, человеческих детей. И поэтому главный вопрос, давайте не сводить. Ведь главное, с чего начинается книга? Как возможен Акрополь и Освенцам одновременно? Как возможна Девятая симфония и Освенцам одновременно? А в чем проблема? Акрополь с казнью Сократа был совмещен? Не надо сводить мой вопрос только к Освенцам. Я, во-первых, человек сам, занимающийся музыкой и творчеством. И поэтому для меня вопрос, Акрополь идентичен, как, возможно, самое лучшее, самое возвышенное и высокое в человеке, одновременно с самым ужасным. Именно в этом суть моего вопроса. Потому что сама эта антиномия является уже катастрофической для человеческого ума. Да почему катастрофическая? Свет светит во тьме. Что тут такого? Действительно. Да что такого катастрофического в Христе, повешенном и умирающем на кресте? Действительно. Что такого катастрофического? Да ничего. Минуточку, опять слово «катастрофу» используете в изначальном смысле. Да ничего нет катастрофического в смерти, вы говорите так, что в смерти Христа на кресте, в его мучениях, в его бичевании, в его богоставленности, в его последних семи словах на кресте нет ничего катастрофического. Да и в смерти остальных разбойников нет ничего катастрофического после воскресения Христова. Понятно, но не существует воскресения без этой катастрофы на кресте из семи слов богоставленности. Боже, Боже, на кого ты меня покину? Понимаете... Нельзя прийти к воскресенью, забыв о катастрофе. Но если уж пришли-то. Нельзя, потому что у нас есть еще суд, который тоже катастрофа. Апокалипсис, откровение святого Иоанна, есть описание катастрофы. Мы не можем забыть. То, что ты говоришь, напоминает теологию мертвого бога. Такое было движение, достаточно популярное, в 1960-е годы в Америке. Я знаком с Томасом Альтайрзом, даже в книге наша переписка помещена. Он, кстати, проявлял особый интерес к России, к русской революции, поскольку видел в ней подтверждение этого теологического постулата о том, что бог умер, никакого трансцендентного, то есть потустороннего бога нет. Это не моя позиция. Да, но поскольку ты акцентируешь смерть бога, ты говоришь, бог умер на кресте. Это не я акцентирую, это христианство, это Евангелие акцентирую. Нет, христианство говорит о том, что бог умер на кресте, а на третий день воскрес по Писанию. Значит, вот бедная вера... Вот это и есть сочетание о Свенцем и о Топре. Да, вот я хотел бы подчеркнуть, что бедная вера, она отличается от этого радикального протестантизма, от теологии смерти бога, поскольку это теология воскресения. Не надо мне приписывать эту позицию. Я тебе не приписываю позицию, просто я речь идет о том, что мы не должны останавливаться на смерти бога, поскольку и евангельская история, и история самого христианства говорит о том, что после того, как бог умирает, а его смерть была, как ты знаешь, поразглашена нетше, следует воскресение бога. Воскресение, причем не прежней жизни, а какой-то новой жизни, очень странной жизни. Если вы помните, конечно, помните, тот самый садовник, за которого Мария Магдалина приняла Христа в саду, он запретил прикасаться к ней, потому что это была другая плоть. И когда тоже Иисус явился перед учениками, как только они узнали его, он исчез. То есть речь идет о другой плоти. Вот бедная вера, которая воскресает после смерти веры, после массового атеизма, это вера уже не той жизни, которую Церковь имела до своей смерти, до своего попрания, а немножко другая, в более утонченной плоти, может быть, вообще в прозрачной плоти, исторической плоти я имею в виду. То есть если одним словом называть весь этот комплекс представлений, я бы сказал, что это теология воскресения, не теология мертвого Бога, а теология воскресшего Бога, подчеркиваю отличие и от теологии мертвого Бога, и от теологии той исторической жизни Бога, которая была предметом вот такой либеральной, достаточно благополучной, оптимистической христианской теологии до XX века. То есть вот до тех страшных кризисов распятия Бога, которые мы претерпели в XX веке. Это теология воскресения. Как нам быть с теми, кто не хочет иметь дело ни с бедной верой, ни с теологией воскресения? Мы все это понимаем и обсуждаем. Как быть с теми людьми, которые эти слова не хотят, и остаются людьми, страдающими, любящими, преодолевающими, и остаются при этом людьми, которые не хотят принимать участие в обсуждении этих проблем? Я потому все время и говорю о том, чтобы не давайте не забывать об этих наших собеседниках, которые люди, так же как мы, и их человечность, ничуть не уступают нашей человечности в их нежелании говорить об этих проблемах в этих терминах. Именно это я и хочу актуализировать в нашей беседе. Благо мы говорим на русском языке. Ваш вопрос, как нам быть с ними, я преобразую в предложение повествовательное. Нам с ними быть. Быть, именно. Но быть не означает просто существовать бок о бок. Быть означает разделять трагизм существования. Именно. Но вы понимаете... И любить. Да нет, ой, любить вот так высоко. Это вот для жены цветы, это я вот локализую в цветах. Нет, вот не надо. Вот это тоже ваше лукавство, причем очень мне хорошо известно. Вы занимаетесь практикой любви, действенной каждый день. И это отнюдь не подарки цветов. Я это обязательно не расскажу. Да, это отнюдь не подарки цветов. Хотя одно другого не исключаю. Да, но видите, Михаил Александрович... Да как быть с ними? Нам с ними быть просто. Надо понять, что нас заставляет считать их человеками наравне с нами. А ничего не заставляет, просто опыт. Какой опыт? Опыт визуальный. Я вижу похожего на себя, и я понимаю, что он такой же, как и я внутри. Вот, замечательно. Так разве это недостаточный ответ? Просто здесь... Тогда при чем здесь Бог? А кто сказал, что Бог здесь? Мы же здесь обсуждаем все время. Так, видите, мы обсуждаем... Вот вы, мне кажется, все-таки остаетесь в рамках знания. Я не говорю о Михаиле Новиче, который просто профессионал. Я ничего вообще о знании. Подолгу положено. Знание наоборот. Для меня мы уже, кстати, сегодня... Трагедия, зло в мире, это предмет знания. Не надо доказать, что есть зло. Да не знание, а вашего непосредственного переживания. Это и есть то... Это и есть та трещина, которая сейчас проходит. И как мы... Что мы знаем? Мы знаем, мы можем только вместе с Христом умирать на кресте. При чем здесь знание? Ага. Вот тогда я уже запрещаю... Мы можем не верить в воскресенье и умирать с Христом на его кресте, потому что мы люди. Вот. Я приветствую Михаила Александровича на кресте, но я ему сообщаю благую весть о том, что воскресенье, оно и для него... А я готов принять эту смерть на кресте, не принимая благую весть о воскресенье. И принимаю это страдание. Да она к вам придет. Она уже вокруг вас. Это очень карамазовский звучит. Да, конечно. Это возвращаю свой билет. Конечно, конечно. Конечно. А Карамазов – это один из голосов Достоевского и один из голосов человеческих. Человеческих, друзья мои. На этом я совершаю программу с христианской точки зрения, которая сегодня была еще и программой точки зрения Михаила Аркадьева и Михаила Ипштейна.